Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня я вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. Можно ли было избежать трагедии? Инспектору по делам несовершеннолетних, которые бросила трехлетнюю девочку на произвол отчима, вынесли приговор. Светить всегда, светить везде. На самарском символе поколения космоса появится динамическая подсветка. Престольный праздник в старейшем храме Самары, Вознесенскому собору, в котором побывали три императора 170 лет. Бэби-бом в самарском зоопарке. Малыши появились у лис, зайцев и бобров. Условных террористов обезвредили, заложников освободили. По всей стране проходит учение. План их проведения в 2017 году утвердил Национальный антитеррористический комитет. Особое внимание городам, в которых состоятся матчи чемпионата мира по футболу. Оперативным штабом в Самарской области проведена условная контртеррористическая операция на речном вокзале. Навыки совместной работы в экстренных ситуациях оттачивали сотрудники ФСБ, госслужащие и спасатели. По легенде, условные бандиты удерживали заложников на пассажирском судне. В учениях участвовал и пожарный корабль. Он вовремя подоспел на помощь и быстро потушил вспыхнувший на судне огонь. Преступная халатность. Суде промышленного района Самара сегодня вынесли приговор инспектору по делам несовершеннолетних. Вопросы к Ирине Маланчуку следствию появились после того, как трехлетняя девочка погибла от рук отчима. Он год назад свою падчерицу до смерти избил Харитон Горячкин. По версии обвинений, инспектор не забрала ребенка из семьи, где ему угрожала опасность. В январе прошлого года врачи болицы Середавина сообщили в полицию, что к ним поступила трехлетняя девочка с кровавыми ранами и синяками на лице. В неблагополучную семью инспектора наведалась только спустя пять дней и ничего предпринимать не стала. Прибыв домой, где проживал ребенок, она ограничилась только опросом сожителя матери, так как матери в тот момент не было. Сама собственноручно составила протокол ее опроса, где попросила расписаться опять же сожителя женщины. После этого она вынесла незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не выяснив ситуацию, в которой находился ребенок. Я очень сожалею о трагедии, которая произошла в данной семье, но я к данному, очень сожалею, к произошедшему и к данному непричастному. Я не могла никак повлиять на исход случившегося. Прошу меня оправдать за непричастность. Суд признал Ирину Маланчук виновной в халатности. Теперь в течение года женщина не сможет занимать государственные должности, а также обязана выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Незаконные подделки с символикой FIFA сразу в двух торговых центрах Самары продавали контрафакты. Это выяснилось после проверки таможенников. С прилавков они изъяли одежду на сумму почти 100 тысяч рублей. На ней незаконно использовались бренды Dolce & Gabbana, Nike, Lacoste и символика FIFA. Имущественные права принадлежат Международной федерации футбольных ассоциаций, подлежат защите по уголовному, административному и гражданскому кодексам России. На данных торговых точках выявлены товары, обозначенные символикой чемпионата мира 2018 года. Данные товары Самарской таможни изъяты. В настоящее время проводится выездная таможенная проверка. «Я бывший летчик и мухи не обижу», – заявил сотрудникам ДПС нетрезвый водитель, размахивая пистолетом. В Самаре полицейские задержали мужчину, который предположительно пьяным ездил во дворах на улицах Аэродромная и Партизанская. Полиция поймала его после того, как тот нетрезвой походкой вышел из магазина, сел за руль и поехал по своим делам. В удивленной неожиданной встрече с сотрудниками ДПС водитель заявил, что не согласен с действиями инспекторов, однако водительского удостоверения с собой у него не оказалось. Он предложил полицейским поехать с ним в гараж, где якобы находятся документы, но возле гаража место водительского удостоверения он достал пистолет. Полицейские тут же задержали мужчину и надели на него наручники. Только не бейте, пацаны. Не доставь, тихо, вот, не бейте. Только не бейте, пацаны. Только не бейте, пацаны. Так, не бейте. Снимем сейчас, как мы достали. Тихо, документы на пистолет. Да, вон он, в кармане, в кармане, в кармане. Травматичный, мать, мать. Оказалось, что мужчина уже ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. В этот раз он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Далее решение по его делу будет принимать суд. Перспективы развития высшего образования в Самарской области. Глава региона Николай Меркушкин обсудил с заместителем председателя совета по повышению конкурентноспособности ведущих университетов России. Среди ведущих мировых научно-образовательных центров Андреем Волковым и ректором Самарского университета Евгением Шахматовым. Кроме дальнейшего продвижения Самарского университета, который входит в программу топ-500 лучших вузов, обсудили и другие университеты. Самарская область – уникальный регион, где создано мощное образовательное ядро. Есть три опорных вуза – Самарский технический университет, Тольяттинский государственный университет и Самарский медицинский университет. Последний также возглавил кластер медицинских вузов Нижней Волги. Кроме того, есть договоренности, что Совет по повышению конкурентноспособности высших учебных заведений России будет помогать Самарскому университету. Уделили внимание на встречи и создание научного «Гагарин-центра», о котором Николай Меркушкин говорил с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым. Вчера я был в видео, обсуждал, что в том числе наш университет, «Гагарин-центр», «Центр одаренного детей», то не только, допустим, в чистом виде это делает министерство образования, а с участием корпораций государственных, частных, крупных, которые хотят готовить себе кадры. Самого высокого уровня участвуют в вложениях, в идеологии некой. Все больше и больше регионы становятся существенным элементом будущего и стратегии университета. Останутся ли здесь умные и талантливые люди учиться работать или будут искать лучшие доли в другом месте? Это вызов сейчас для всех хороших университетов. Я очень часто бываю в вузах. Это выходит на первый план. Мы договорились с Андреем Евгеньевичем. У него есть замечательная команда. Мы с ней давно знакомы. Они поработают с нами, проведут несколько стратегических сессий по обсуждению перспектив развития университета будущего. Мы это не первый раз обсуждаем. Чтобы сейчас намечать тактические задачи, надо смотреть на период 25-летней перспективы. Сегодня во всех школах губернии прозвонил последний звонок. Почти 40 тысяч выпускников 9-11 классов простились с партами. Правда, ненадолго. Впереди их ждут единые государственные экзамены. С каким настроением выпускники этого года отправляются во взрослую жизнь, расскажет Марина Матвейшина. Школьный вальс выпускники репетировали несколько дней, но сегодня их мысли не о правильных пируэтах и изящных па. Годы учебы позади, впереди новые горизонты. Последний звонок в Самарском лицее информационных технологий – момент радостный и грустный одновременно. Волнение, да, есть, конечно. Мандраж такой, радостный мандраж. Ну и грустно, конечно, расставаться с учителями, конечно, со своими одноклассниками, которые мы сплотились. Своих эмоций не могут сдержать и преподаватели. За эти годы дети стали уже родными и любимыми. Но отпускать их во взрослую жизнь не страшно, признаются учителя. Когда вот их берешь в пятом классе, они еще такие, ну, маленькие, наивные. А сейчас передо мной уже взрослые юноши, девушки, уже со сложившимся характером. Они знают, чего они хотят добиться в жизни. И вы знаете, у меня замечательный просто выпуск. Такие замечательные дети, они такие талантливые. Последний звонок прозвонил сегодня для 40 тысяч выпускников, как девятых, так и одиннадцатых классов. Этот выпуск считается одним из самых перспективных. Претендентов на медаль в этом году почти две тысячи человек. 13 выпускников стали победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников. Ресурсы сегодняшних выпускников, они очень значительные. Это связано с теми изменениями, которые происходят в системе образования за последние годы. Очень серьезное внимание уделяется повышению квалификации педагогов, развитию различных профессиональных конкурсов, конечно, стимулирование результативности работы педагогов. Но главное испытание у школьников еще впереди. 29 мая пройдет первый единый государственный экзамен. Однако рубеж между детством и взрослой жизнью 11-классники уже преодолели. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События. И уже после школьных мероприятий главные герои торжества собрались в центре Самары. Упускники 2017 стали первопроходцами новой традиции общегородского парада. Более трех тысяч молодых людей в праздничной форме прошли по улице Ленинградской к набережной. Оля Олег Зверев тоже присоединился к шествию. Еще до начала шествия ребята из разных школ, лицеев, гимназий и колледжей уже признакомились друг с другом. Сегодня они не просто выпускники, но и первопроходцы новой традиции. Так как это у нас в Самаре в первый раз проходит, и вдобавок мой лицей проходит в числе первых, и я думаю, мы все будем очень гордиться этим. Некое волнение, и на самом деле слезы наворачиваются на глазах, потому что расстаемся со школы, очень грустно. Сами ребята признаются, что такого не ожидали. Вдоль праздничного пути их встречали творческие коллективы, театрализованные представления и тематические станции. Самара музыкальная, Самара космическая, Самара молодежная. Больше трех тысяч выпускников в одной колонии. Сегодня Самарская набережная особенно молодая и прекрасная. И для них это шествие, пожалуй, самый главный шаг в жизни из класса школьного во взрослую жизнь. От Балдогвардейской до набережной и далее вдоль Волги до Некрасовского спуска. Теперь это многих славный путь. Традиция общегородского шествия станет ежегодной. А выпускники 2017 первые, кто прошел вот так все вместе в одной колонне. Я не думал, что будет столько людей, которые нас поздравляли с разными флагами, с разными плакатами. Очень все красиво, очень много шаров, ярких людей. И с хорошим настроением. На площади танцевальный флешмоб времени ждет и возможность сделать селфи с первыми лицами города. Именно глава Самара Олег Фурсов поддержал инициативу активистов школьного парламента провести такое шествие. Очень хотелось бы, чтобы вы все поступали и учились в наших учебных заведениях. Тем более, что в нашем городе, в нашей области очень много сделано для того, чтобы каждый из вас мог получить прекрасное образование. Благодаря усилиям губернатора Николая Ивановича Меркушкина в области выстроена хорошая, стройная система подготовки специалистов. Хочу вам пожелать удачно сдать экзамены и выбрать именно тот путь, благодаря которому вы станете талантливыми учеными, замечательными инженерами, прекрасными архитекторами и просто замечательными людьми. С праздником вас! Успехов вам на жизненном пути! Вы, выпускники сегодняшние, 2017, очень нужны Самаре. Самара вас ждет, Самара вас любит и Самара вам желает огромных успехов. С праздником! И уже по окончании торжественных мероприятий к работе приступили информационно-развлекательные площадки города выпускников. И с тем же названием в соцсети ВКонтакте создана группа, в которой можно высказывать свое мнение о первом общегородском шествии выпускников. Олег Зверьев, Константин Головин, События. Ракеты расцветят яркими огнями. Благоустройство площади рядом с музеем Самарокосмическая продолжится. В порядок будут приводить и сквер у музея Алабина. Преображение Самары – вот что волнует горожан. Именно вопросы благоустройства стали основными на личном приеме у главы города Олега Фурсова. Репортаж Марина Кравцовой. Космическое свечение для символа покорения космоса. Чтобы и в ночи ракета «Союз» на проспекте Ленина была заметна, всем жителям ближайших домов предлагают подсветить памятник. Видимо, она теряется совсем. То есть не освещение. И многие наши ветераны решили обратиться к вам, чтобы сделать хотя бы в ночное время подсвет. Глава Самары Олег Фурсов инициативу поддержал. К созданию динамичной, интересной подсветки можно привлечь молодых архитекторов и объявить конкурс. Было бы интересно увидеть мнение наших горожан, создать нашу совместную комиссию. Мы готовы это сделать самостоятельно. Проводите конкурс, определяйтесь со сметами, департамент строительства поговорить с возможными меценатами и инвесторами. И тогда в сентябре вернемся к этой теме. Общественный совет микрорайона тоже должен принимать участие. С той точки зрения, чтобы не было каких-то конфликтов с жителями, не было потом нареканий. Заявки будут принимать до осени. В новом свете «Союз» может предстать уже к 12 апреля 2018 года. Кроме того, рядом с музеем «Самара космическая» установят памятник инженерам ракетно-космической отрасли. А вот жители Ленинского района просят привести в порядок площадь у музея «Алабина». У нас благоустраивается район, и то, что многое сделали, но есть недоделки, которые сильно мешают воспринимать всю картину в целом. У нас очень зеленый район, и газоны, скатывается земля на асфальт, тем самым у нас становится грязно. Муниципальным предприятиям поручено привести в порядок склон, а районным властям разработать единую концепцию ограждений газонов. Ремонтировать будут и площадь перед музеем. За помощью обратятся к областному правительству и инвесторам. Если даже 30%, предположим, мы уберем денег, мы же можем в этом году часть выполнить, да, двухлетний контракт. То есть можем длиться постепенно, уже будет заметно. Водова известного самарского художника Юрия Филиппова обратилась с инициативой установить памятную доску мастеру на фасаде здания Самарского социально-педагогического университета на улице Ленинградской, где когда-то преподавал Юрий Иванович. Юрий Иванович для нас, конечно, символ, потому что очень много сделано для того, чтобы запечатлеть город, запечатлеть наши красоты природные, людей наших. Конечно, мы здесь поможем. Проект памятной доски тоже должны разработать в сентябре, а для школьников будут организованы экскурсии на выставку картин Юрия Филиппова. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. В отпуск без долгов компания СКС проводит акцию, главный приз которой – тур выходного дня. Чтобы стать участником, нужно оплатить счета заводу на полгода вперед. Успеть необходимо до 31 мая. Куда отправиться победитель знает Алина Чемерис. Добросовестным потребителям подарки. Те, кто заплатил заводу на полгода вперед, получают сувениры от самарских коммунальных систем. В числе счастливчиков и Марина Кобзарева. Рассказывает, по счетам всегда предпочитает платить наперед, чтобы потом не оказаться в должниках. Лучше заранее оплатить, тогда уже до осени у тебя не будет проблем с оплатой заводу. То, что еще и в акции, еще платим, получится, конечно, приятно. Акцию «В отпуск без долгов» компания СКС проводит уже второй год. Всем, кто платит заводу авансом, гарантированные подарки. Внесенная сумма должна быть в шесть раз больше, чем начисление за апрель. Сувениры получат и те, кто собирается рассчитаться с долгами свыше пяти тысяч рублей. Это нужно сделать до 31 мая. А потом, если есть желание побороться за главный приз, нужно также внести аванс. В числе участников акции уже 200 человек. Собрано около 400 тысяч рублей. Абонент добросовестный и не имеет задолженности. Он имеет возможность внести авансовый платеж, равный шестикратному начислению за апрель, получить гарантированный подарок и, соответственно, стать участником розыгрыша суперпризов. Акция завершится 31 мая. Те, кто оплатил услуги аванса, могут участвовать в розыгрыше главного приза. Тура выходного дня на двоих в санатории Самарский с питанием, бассейном, тренажерными залами. Должников же предупреждают. Накопив неоплаченные квитанции, они рискуют остаться без воды или даже испортить себе отпуск, став невыездными. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Далее, коротко о других событиях дня. В бомбоубежище Самарского завода «Экран» незаконно проводили квесты. Это обнаружила прокуратура Советского района. Работа квест-клуба на объекте гражданской обороны является недопустимой, посчитали в надзорном ведомстве, поскольку она несовместима с использованием помещения по прямому назначению. Директору завода внесено представление. Примерно 240 домов в Самаре временно отключены от газоснабжения. Специалисты ведут плановый ремонт на коммуникациях. Ограничения затронули жителей домов по улицам Старозагора, Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Льва-Толстого, Переулок-Высоцкого, Садовая и Самарская. Впрочем, как утверждается, эти неудобства ненадолго. Газоснабжение планируется восстановить уже сегодня. С января по март 2017 года численность населения Самарской области сократилась на 2500 человек. Так, в первые три месяца этого года число умерших превысило количество родившихся почти на 37%. При этом наиболее распространенными причинами смерти являются болезни системы кровообращения. От этого недуга умерли почти половина человек. На втором месте среди причин смерти рак. Из-за несчастных случаев отравлений и травм погибли почти 8%. Самарцы будут жить на улицах имени Петра Алабина и Ильдара Рязанова. Такие названия присвоили новым улицам в Самарском жилом районе Южный город. Также в микрорайоне есть улицы Кирилла и Мефозия, Федоровская, Преображенская, Дмитрия Донского и Губернаторская. На портале частных объявлений выставили на продажу ВАЗ-2103 1979 года выпуска за 3,5 миллиона рублей. Это начальная цена, которая с годами будет только расти, уверяет продавец, жительница Тольятти. Она говорит, у машины практически нулевой пробег, всего 109 километров, и на ней даже сохранились пломбы. Легковушка находится в идеальном состоянии и не требует ремонта. Машина 38 лет хранилась в специальном помещении при постоянной температуре 18 градусов по Цельсию. Отметим, что в России автомобиль ВАЗ-2103 выпускался с 1972 по 1984 год. Его прототипом был Fiat 124. Машина широко экспортировалась и пользовалась большой популярностью даже в странах Запада. Православные христиане отмечают Вознесение Господне. Это один из 12 главных церковных праздников, который всегда приходится на 40-й день после Пасхи. В Самарском Вознесенском соборе престольный праздник отметили особенно торжественно. Храму исполнилось 170 лет. Олег Зверев побывал на юбилейной службе. В этом храме бывали три российских императора. Здесь был оглашен указ о создании Самарской епархии и освящено знамя, под которым русские ополченцы сражались за освобождение Болгарии. Вознесенский собор – старейший из революционных храмов Самары. Его строительство было завершено 170 лет назад. Тогда же был освящен южный Михайло-Архангельский предел. Долгое время собор был епархиальным центром, пока кафедру не принесли в Воскресенский храм, который в советские годы был взорван, а этот стоит до сих пор и обновляется. Совсем другая атмосфера в старых храмах. Вот чувствуешь, что прикасаешься не только к святыне. Святыня везде, даже в новом. Вот я когда захожу в Петропавловский собор или вот в этот, я думаю о своих предках, которые жили в Самаре, которые ходили молиться в эти храмы. Сегодня православные христиане отметили Вознесение Господне. Это один из 12 главных церковных праздников. А для Вознесенского собора – престольное торжество. Божественную литургию отслужил митрополит Самарский Тольятинский Сергий, а после службы, по традиции, состоялся крестный ход. Всегда все лучшее посвящалось храму нашей отеческой вере, и архитектура, и музыкальные произведения, и литература. Все это именуется нашей культурой, нашим историческим наследием. И, конечно, все это связано с нашей отеческой православной верой. Сейчас Вознесенский собор готовят к празднованию Большого юбилея. Его отметят в 2018 году. Это будет 170-летие со дня освящения Центрального престола в честь Вознесения Господня. Олег Зверев, Константин Головин. События. Крохотные, пушистые и милые в Самарском зоопарке пополнение пары лисов после двухгодового перерыва вновь принесла потомство. Сотрудники удивляются, ни корм, ни условия не меняли, и вот затянувшаяся пауза прервана. Также своим первенцам радуются зайцы-беляки. Детеныши, рожденные в начале мая, уже подросли и с удовольствием играют. С малышами нянчился Андрей Каргуленко. Довольные лисята, разморенные теплым воздухом и уставшие после игр с детьми, сладко спят на руках сотрудников зоопарка. Вниманию к себе детеныши рады, но пока еще устают от него. Как только смотри на закончится, лисята вернутся к своим заботливым родителям. У лис родители такие удивительные животные, в том плане, что они вдвоем воспитывают и выращивают своих детенышей. Отцы очень яростно защищают детенышей своей норки, не бросают их никогда, вплоть до практически взрослых. Они их помогают охотиться, учат всему. А вот родители зайцы-беляки менее внимательны к своему потомству. Зайчата рождаются практически самостоятельными. Мама посещает их только для кормления. И через две недели детишки могут полностью перейти на взрослое питание. Зайчата и лисята уже немного возмужали. Пока еще живут со своими родителями, но совсем скоро устроятся в своей жилплощади. А пока с радостью играют с посетителями зоопарка. Лисята вообще очаровательные. Спят на руках. Все хотят дружить. Зайчонок тоже идет на контакт. Всем себя показывает. Это все манит, интересует. Всегда хочется получать положительные эмоции от контакта, особенно с малышами. Среди пополнений еще и молодая бобриха, которую нашли и передали в зоопарк горожане. А кто еще пополнит ряды местных постояльцев, работники пока не рассказывают. А только загадочно говорят, что нельзя сообщать раньше времени. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. В Самаре прошли областные соревнования «Пудзюдо» среди ребят младше 18 лет. По их результатам и формируется сборная Самарской области. О схватках на татаме расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В НТЛ-арене собрались почти полсотни дзюдоистов младше 18 лет со всей Самарской области. Среди них два подопечных Геннадия Парсаева. В возрасте до 21 года его воспитанники собрали целую россыпь наград. От младших ребят ждет не меньше. Конечно, любой тренер всегда от любого ученика ждет какой-то определенный результат. Но как винер, я недавно интервью читал, все зависит от самого спортсмена. Я как бы всегда не загадываю. Как у нас дзюдо говорят, татай им покажется. После областных соревнований все медалисты автоматически проходят отбор в сборную Самарской области и будут защищать честь региона на первенстве Приволжского федерального округа. Организаторы отмечают, что уровень дзюдоистов этого возраста растет с каждым годом. Уровень борьбы в этом возрасте растет у ребят. То есть для кого-то эти соревнования первые. Кто-то уже опытные ребята. То есть уже они прошли определенный сит отборов. Будем смотреть, будем изучать. Где-то, может быть, и новые у нас имена появятся в сборной команде. Больше всех наград высшей пробы сразу шесть. Забрали ученики первой спортшколы. Второе место поделили самарские армейцы и 11-я школа Олимпийского резерва. У них по три золотые медали. Еще два первых места у ребят из Сызрани. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова